Добрый всем день, дорогие друзья! Приветствую вас на канале Будни Риэлтора. И сегодня у нас с вами вторник, 19 марта. У меня настолько были сейчас насыщенные дни, что постараюсь как-то в этом ролике вам дать максимум информации, рассказать про то, что сейчас происходит у меня на работе. Потому что, к сожалению, когда идут переговоры, прозвоны, просмотры, очень много затрачено на самом деле времени. И это никак на видео не покажешь. Значит, что могу сказать. Последний ролик я записывала в видеообзор студии. Вот в этом доме на английской 2. Как раз таки вот эти балконы. Балконы с той стороны, я извиняюсь, сегодня уже была в другой квартире. Значит, студию сдала меньше, чем за сутки. Да, цена очень адекватная. При этом хозяйка у меня уезжала в другой регион. Поэтому, конечно, нам надо было поторопиться. И как только я выставила объявление, у меня было много звонков, было много сообщений. Первая девушка пришла, посмотрела и не сняла. Потому что смотрела вообще первую квартиру. И я так поняла, что просто ей было не с чем сравнить. Она пошла смотреть другой вариант. Ну и, в общем-то, мы с ней договорились, что если я сдам, ей сообщу. Если она передумает, то мне сообщит. В общем-то, следующая девушка, которая у меня приехала смотреть, она вообще просто позвонила и сказала, я сейчас бросаю все, еду к вам. 18 плюс КУ, это замечательно. Я очень хочу снять эту квартиру. Сейчас просто снимаю деньги. Ждите меня. И я обязательно с вами хочу договориться. Поэтому, конечно, она приехала, и она говорит, что квартира даже лучше. И все ей очень понравилось. Мы тут же заключили договор. И собственница со спокойной душой, подписав договор, получив деньги, в общем-то, была довольная и уехала со спокойной душой. Поэтому, не знаю, те, кто пишут, что какая-то, не знаю, до этого парень написал, что очень вы дешево сдаете. На самом деле, здесь очень много квартир за 18 тысяч. Я бы сказала, что их достаточно... Так, наверное, все-таки пойду я по этой стороне. Квартир здесь достаточное количество. И, зная, что у нас много конкурентов, а мы торопимся, да? Мы просто не стали рисковать. При этом, собственница хотела еще дешевле сдавать. Но... Это цена адекватная. Поэтому... Главное, что на длительный срок одна девушка без вредных привычек. Русская. Все хорошо. Все. Дальше. Я рассказывала, что у меня теперь новый клиент на покупку. Это как раз наши покупатели предыдущей квартиры, студии на Пражской, 15 обратились ко мне, чтобы я им помогла уже найти вариант. Так, у меня входящий. Так, мне идут сейчас подтверждения встреч. И вот как раз-таки эти дни я занималась подбором квартир. Значит, какие мы смотрим студии. Значит, у нас ограничен бюджет. Бюджет у моего клиента 4,4200. В данный момент в Кудрово за такие деньги можно купить квартиру метражом от 20 до 20... Ну, вот я видела 24. Но, соответственно, чем больше квартира, тем она дороже, либо она хуже. Потому что, соответственно, это сегмент все-таки эконом-жилья. Я выбрала очень неплохие варианты из всей массы вообще квартир. Итак, получается, вот Пражская, 15. Пражская, 13. Нам сегодня нужен Пражская, 11. Значит, из всего этого сегмента я выбрала прям несколько вариантов за 3,800. Даже за 3,700 мне попалась квартира. Но новые вводные, скажем так, мне были даны. Значит, нам нужна студия с ванной. Значит, что самое главное, да, что клиент хочет купить квартиру для дочери. Дочь несовершеннолетняя, сам он из другого региона и смотрит, соответственно, его сын. И получается, что да, вот мой дом, получается, который мне нужен сейчас первый адрес. Но первое время он хочет квартиру сдавать в аренду. Итак, сейчас я подхожу к дому. В итоге могу сказать, что я пересмотрела еще заново другие варианты, уже получше, подороже. И сегодня мы с вами сделаем несколько обзоров. Оставайтесь со мной. Сегодня будет интересно. Мы посмотрим с вами четыре варианта квартир. Самое главное, что клиент у меня хочет приехать уже в конце этой недели. Сегодня вторник, да? Мы смотрим первый раз живую. И у нас наличка, соответственно, нам нужно будет выбрать, забронировать. И я думаю, на следующей неделе нам надо уже будет эту сделку провести. поэтому мы со своими клиентами, как говорится, на вес золота. Все. Я сейчас пришла на квартиру. Постараюсь, чтобы нам дали возможность поснимать. И сейчас буду связываться со своими клиентами, со своим клиентом, да? И непосредственно с людьми, кто показывает. Так, получается, здесь убрали проемчик. И ну, в общем, это стал такой широкий достаточно коридор. Да, просто натяжные потолки и теплые полы, да? Так, теплый пол получается в санузле и здесь. Да, ванна большая, здесь полер. Вот. Здесь как бы видишь, вот это женирование. Кухня отдельно, спальня и это как-то духовная квартира. Ну да, можно так сказать. Еще бы сюда поставить планку, это вообще комнату вы можете. Да. Здесь вот такую мерегородочку небольшую сделали. так. Так. Да. Да. Балакон объединили, чтобы больше было. Да, свяжите. Вот это я, кстати, сразу мне не бросилась в глаза. То есть, перепланировка, по сути, здесь сделана. Ну да, да. А сколько она по выписке, метраж? Так, 21, 4, она по выписке, а так она получилась 26. Понятно. Вот, собственно, перестарался, как говорится, он и натяжные потолки, эти какровные сделала, все натянул, и полы у него все, без всяких ступил. Так, а у него теплый пол только под декафель. Да. Декафель, да? Здесь получается у него... Ой, не надо, да. Нет, квартира очень жарко, и всю зиму было тепло, и очень хорошо. То есть, остается абсолютно все. Стены хорошие, все покрашено, все аккуратно, никакого ремонта не надо, ни кошки, ни заляпания, ничего. В этом плане, конечно, в плюсе огромное будет. Не, ну, обновить все равно надо все, вижу, что да. Но это обои под покраску, по сути, да, это можно все подбелить, подкрашивать. Главная планировка, метраж и состояние. Да, она стала огромная. Так, ну, все, понятно. Так, мы сейчас, получается, 13 корпус 1 на Европейском проспекте. Во дворе здесь детская площадка, волейбольная, баскетбольная. Добрый день. Добрый день. Вот у нас идет коридорчик. Коридорчик небольшой, в общем-то, узенький, но при этом здесь хорошая, большая ванная комната, санузел. Сейчас в квартире никто не живет, все намыто, чистенько. что касается комнаты. А теперь комната. Вот такое все в ежевых тонах. Прита, вытяжка. в шкафовке достаточно количество. На полу ламинат, в принципе, живой. И стеночка вот такого плана. Балкон. Балкон здесь сделала плитка, но это лоджия прям. То есть у нас здесь и здесь закрыто. и вот как раз окна во двор, на площадку. Сколько она покажет? Да, символю. Лужи не ходят? Ну да. Ну, все вам показано, она квадратная, не прямоугольная. Да, да. Квадратная, как бы, хватает. Так, мы, значит, на следующем объекте. У нас это столичная 11. Так, здесь стояки у нас такой дверь, панелька. С одной стороны покрашены стены, на полу плитка. Здесь плиточка вот таким образом под кирпич. Ну, такие панельки. Так, здесь у нас получается, так, они звонят. Убойки уже такие старенькие. Да, стены все вообще. И сделаем вот такого плана. Здесь островок, скажем так, под кухонную зону из плитки. В принципе, кухня, я думаю, для студии вполне нормальная, да, то есть по размерам, по масштабам, вытяжка. Огромнейше стоит шкаф, купе. без зеркал, то есть просто зеркало вот отдельно большое стоит. Сколько получается здесь у нас жилая? Помните? Ну, это мы, ладно, мы потом все это дополнительно все равно запросим, узнаем. Ну, тут дом на дом получается, рук на локна. здесь просто брошено линолеум, натяжной потолок получается. Да, зеркало прям какой-то раритет тут, слушайте, обалденно. Одна рама только. Так, мы на следующей квартире на английской 2. Такие обойки. здесь небольшой санузел, все вот так аккуратненько. Парнили закрыты стойки, вышивая кабинка. И вот сделаем так. Здесь двери есть. Немножко дверь, немножко такая-то тут духового шкафа нет, плитка, соответственно, и холодильник. в таких коричневых бежевых тонах. Так, что скажите по мебели, по технике, все оставляется. здесь у нас просто линолеум да, брошен? Да. Там уже большая, но сейчас темно там не видно, если что, нет, да, прилично будет здесь лоджи, лоджи. Тут, по идее, размеры названия здесь стоят лишь этот шнечка, ну, можно половине представить, ну, да, как бы не стоить, если смотрели, обычно приходят, можно только приходить, просто поставить решеночку, и прям обращаем внимание. Ну, то есть, вот, грубо говоря, вот это место, наверное, здесь достала, да. Ну, по идее, честно, честно говоря, я бы вообще убрала в эту горку, а сюда поставим угловой диван, так, потом, да, то есть, можно пока так подставать, если для себя, там, допустим, ну, для сестра, то есть, можно поставить угловой диван, шкаф, да, или, либо совсем маленькие, да, какие-нибудь такие, как, наверное. этот как раз да, и так, у нас с вами время сейчас 9 часов вечера, от этой точки я уходила, и к этой же точке я пришла сейчас, поэтому могу сказать, что очень мы сегодня посмотрели продуктивно прям 4 варианта квартиры, которые, собственно, они выбрали сами. посоветовала я им посмотреть те варианты, которые нашла я, которые они отсекли, к сожалению. Буду искать еще, а вы пишите, какая квартира вам больше понравилась, какую бы выбрали вы для себя, для, ой, для жизни, либо под сдачу, ну, либо, как в любом случае, вложение своих средств. Хочу сказать, что я сейчас позвонила по телефону еще одному агенту, и узнала, что она как раз подъезжает сейчас принимать квартиру, поэтому позвонила своему клиенту, хорошо, что мы здесь оба живем, и буквально вот через 5 минут попросила его вернуться, чтобы нам посмотреть еще один вариант, так что это еще не конец. Сейчас жду, когда агент приедет, время 10 час, и мы посмотрим еще один объект. Пока все здесь, пока все рядом, оставайтесь со мной в этом же доме на английской 2. Так, ну, планировка у нас фактически такая же. Здесь на полу плитка, плитка, соответственно, на санузле, шивая кабинка. таких светлых тонах. Ну, понятно, что кухня здесь простенькая, можно заменить колечку, панель поставить. такое, такая же лоджия. А, тут плитка на лоджии, часть плитка положена. Нет, не часть, а полностью плитка на полу. и окна во двор. Ага, здесь, видите, как стиральная машинка здесь стоит, получается. Ой, извините. По идее, вот есть вертикальная. Да, да, вертикальная можно сюда поставить. Веситель и новая все, это тоже менялось, но тут как протекало, поменяли как бы это спереди. Угу. Ну, плиточка, видно, что свеженькая. Это мелочи все такие. Так, ну вот, на этом теперь точно все. Мы посмотрели с вами пятый вариант квартиры. И, как говорится, он уже успел обсудить предыдущие варианты квартир, и ему понравилась предпоследняя. Она им, в общем-то, и по фотографиям понравилась. По цене она их устраивает. Ну, и я все-таки хотела ему показать этот вариант, который дешевле. Ну, а моя задача сейчас либо поискать еще какие-то варианты дополнительные, естественно, я буду это делать, и ждать и ждать решения. Возможно, они и остановятся, потому что визуально пересмотрел он еще, когда искал студии и покупал мою квартиру. Соответственно, он имеет представление, он знает город, он знает дома. Вот. поэтому визуально уже тоже понимаем по деньгам и метражу, да, что из себя представляет та или иная квартира. Поэтому сейчас мы смотрели лучшие варианты по цене и качеству. Ну, и самое главное еще попробовать с ними поторговаться, и нам важен быстрый выход на сделку. Все. Теперь я с вами не точно прощаюсь. Время у нас с вами половина десятого, если быть точнее, 15 минут десятого и до новых встреч, до нового видео.